Здравствуйте, меня зовут Шашлянникова Екатерина. Я педагог. Педагог самого прекрасного и невероятно оттуда любивого вида искусства – танца. Я с самого детства в профессии и прошла этот путь с самого начала, когда маленькой девочкой пришла в хореографический коллектив и сразу почувствовала – я на своем месте. Затем счастливые годы университета, где танцкласс открывал для меня все новые двери этого мира. А сейчас я уже 7 лет работаю педагогом в большой танцевальной семье Grand Dance и двери в мир танца я открываю своим ученикам. А сегодня приглашаю вас. В своей педагогической деятельности я делаю акцент на качественную проработанную базу в традициях Петербургской балетной школы. Моя задача, чтобы та подготовка, которую они получат на моих занятиях, могла открыть перед ними максимум дверей, в том числе в профессиональный мир танца. Танец изменился. Современные тенденции сцены требуют у нас универсальных танцоров, которые сочетают в себе множество знаний и умений. Поэтому я постоянно совершенствую и дополняю базу наших юных танцоров. Для того, чтобы результат был очевиден каждому, я использую дневники танцора. Они помогают выстроить индивидуальные маршруты и повышают мотивацию. Я говорю своим ученикам, что каждый элемент танца, Каждое наше новое умение – это как иероглиф, и чем больше иероглифов мы знаем, тем красивее и интереснее будет наш рассказ. Ведь танец – это не просто набор движений, это целый мир, огромная история, рассказанная языком нашего тела. Сейчас танец включает в себя спортивные элементы и трюки, но каким бы высоким результатом мы ни стремились, они не стоят здоровья детей. И я, как современный специалист-хореограф, должна иметь базовые знания по анатомии и биомеханике движения. Для этого я постоянно обучаюсь и применяю здоровье сберегающей технологии в обучении детей. Своими авторскими разработками регулярно делюсь с коллегами посредством мастер-классов и публикаций. Уважаемые коллеги, в будущем многое за человека будут делать машины, но есть то, что машина никогда сделать не сможет. Она не сможет фантазировать и делиться своей живой энергетикой с огрушающими и зрителями. За мыслящими и открытыми детьми будущее, поэтому в мою программу включен большой блок творческого развития. На занятиях мы учимся импровизировать. Это помогает детям доверять себе, не бояться раскрыться. На этом этапе для меня очень важно создать атмосферу творчества и поддержки на занятии, убедить детей в том, что в творчестве не бывает ошибок, что все, что они создают, по-своему гениально. Да, каждый из них здесь маленький гений. Уже несколько лет я организую конкурс самостоятельных работ, где все учащиеся могут проявить свой творческий потенциал. Это помогает в выявлении и сопровождении одаренных детей. Также я являюсь ютором четырех тандемов проекта «Наставничество». Обычно педагог сам придумывает номера, но мы доказали, что может быть по-другому. Мы создали свою хореографическую лабораторию внутри коллектива. И несколько номеров детей уже включены в репертуар студии. Опыт работы лаборатории я неоднократно представляла на выступлениях для педагогического сообщества города. Ни для кого не секрет, что для современных детей виртуальный мир тесно связан с миром реальным. И я, как педагог детей будущего, учитываю это. Многие творческие проекты мы реализуем онлайн. Современным детям мало выступать на сцене. Они хотят делиться своим творчеством. Поэтому мы поощряем творчество в сети. Устраиваем онлайн-конкурсы. Активно ведем свой блог ВКонтакте. Этот подход к творчеству дает возможность современному ребенку к самореализации. А мне помогает замотивировать учащихся. Уважаемые коллеги, мы – педагоги детей будущего. Давайте учиться у современных детей быть открытыми. Легко создавать творческие проекты, делиться знаниями и общаться. Не боясь ошибок, пробовать новое. Выходить из зоны комфорта. Ведь только так мы совершенствуемся и растем. У меня занимается много увлеченных, заинтересованных детей. Поэтому я активно работаю в направлении профориентации. Двое моих учеников уже поступили в Академию русского балета. Трое учатся в колледже культуры. И одна ученица готовится поступать в этом году. Мои ученики – победители конкурсов различного уровня. И активные участники мероприятий дворца и города. Я горжусь, что я – педагог. Я обожаю свою профессию и каждого своего ученика. Когда я вижу, как, входя в класс, у моих учеников в глазах загорается искра. Когда даже самый застенчивый ребенок раскрывается в танце, свободно импровизирует. В этом я и вижу главный результат своей работы. Продолжение следует...